Виват Театр, фестиваль национальной драматургии, встречает гостей. Как некогда герои, золотого теленка, артисты и зрители со всей страны соглашаются ехать в Бобруйск хоть сейчас. Поистине наш город – прекрасное и высококультурное место. По традиции театральный форум начинается с пресс-конференции. Представители СМИ, гости, члены жюри и критики обсуждают план работы фестиваля. Впереди шесть дней, восемь спектаклей, а также три постановки в рамках программы «Эксперимент». Разделен репертуар на три блока – военные, историко-национальные и современные. Историю по вкусу может выбрать даже самый искушенный зритель. Все спектакли очень разные. Они динамичные, яркие, агрессивные или наоборот меланхолические, поэтические. Но это всегда живой диалог с залом, живой диалог со зрителем. И здесь в каждом спектакле есть вопрос нашей национальной идентичности. Как любой другой фестиваль, особенно его художественная часть, творческая, это огромная предварительная работа. Нужно учесть время для личных встреч, для отдыха между спектаклем, чтобы все успели пообщаться. Ведь фестиваль не только это показ спектаклей, это еще и личные встречи режиссеров с директорами, коллег с коллегами, режиссеров с режиссерами. Прочувствовать атмосферу фестиваля гости могут с первых секунд. На всех этажах разворачиваются интерактивы и тематические площадки. Для зрителей это не обычный культурный вечер, а возможность заглянуть в самое сердце театра. В зале «Аншлаг» церемония открытия начинается с представления членов жюри и презентации участников. В этом году восемь номинаций. Среди них лучший спектакль и режиссура, сценография, мужская и женская роли. Первая постановка – «Мистическая история» на белорусском языке. «Черная пананя свиже» рассказывает о призраке молодой девушки, который до сих пор бродит по замку. Это душа погибшей возлюбленной короля Сигизмунда Варвары Радзивилл. «Я ведаю. Я ведаю, ты тут. И твой пост от себя на мельях я смотрю. Не покидаю». Форум во многом сложился из спектаклей по произведениям классиков – Василия Быкова, Янки Купалы и Алексея Дударева. В рамках феста также проводят театральную творческую лабораторию. В этом году она посвящена актуализации классики. Основную программу дополняют читки пьес и обсуждение постановок. Это хорошая возможность поделиться опытом, обменяться идеями и впечатлениями. «Те люди, которые смотрят пьесы, они как бы одухотворяются. И что ли, становятся люди лучше и больше понимают те события в современном мире, которые происходят». «С учителем русского языка и литературы ходили. Очень было интересно. Очень там военный спектакль был. Я все детство ходила. Каждую выходные мы с мамой старались ходить. Но последнее время как-то не складывается. Но вот стараемся все равно». Во вторник на сцене Бобруйского театра покажут комедию «Прымаки». Янка Купала определил жанр пьесы как сценическую шутку, которая основана на народном юморе. В истории переплетаются взаимоотношения двух пар и некий семейный конфуз. Уже на закрытии фестиваля в среду презентуют альпийскую балладу, военную повесть, нежную и трогательную историю любви о сохранении милосердия в ужасных и бесчеловечных обстоятельствах.